Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам свою гигантейку и немножко рассказать про нее, потому что задают много вопросов про полив и почему я ее не пересаживаю. Ну и я решила снять видео и уже ответить на все ваши вопросы. Ну, во-первых, хочу показать вам размер этого растения. Вы видите, что это растение такое немаленькое, скажем так. И вообще гигантейки вырастают очень даже большие листики. У них, вы видите, они такие вот словно овальные, да. То есть они растут не только в длину, но они еще и достаточно широкие. Если сравнить со стандартной орхидейкой, у стандартной они как бы чуть-чуть уже. Но смотря какая орхидейка, стандартные голландцы тоже иногда бывают с такими вот большими листьями, а цветочки маленькие. Либо бывает, что наоборот, там листики немножко меньше, а цветочки крупные. То есть это уже все очень даже индивидуально. Вот растения у меня вот с такими вот, вы видите, налетом. Вот верхние листики я немножечко пыталась смыть. Ну, это обработки, видимо. И остались вот такие вот следы. Я время от времени протираю, но оно не очень хочет стираться. Вот эти вот пятнышки. Ну, ничего, это в принципе не смертельно. Самое главное, что растение чувствует себя абсолютно нормально. Далее, про полив. Меня спрашивали, как же я поливаю орхидею во мхе, почему я ее не пересаживаю. Ну, и вот рассказать такие вот тонкости, скажем так. Но дело в том, что почему я ее не пересаживаю, я вам уже объясняла, что летом у меня очень жарко. Поэтому было принято решение не пересаживать растения сразу из мха по приходу. А первое время, чтобы растение адаптировалось, ну, по крайней мере, листики, чтобы адаптировались к моему сухому воздуху. Хотя у меня стоит и увлажнитель, вентилятор с увлажнителем. Все равно воздух совершенно, конечно же, другой, отличается от тепличных условий. Поэтому пока мои растения адаптируются к моим условиям, а вот и сидит пока что во мхе. Почему во мхе? Потому что если я сейчас пересажу, у меня очень быстро просыхают растения. Но так как сейчас лето, мы иногда можем куда-то отъехать, даже куда-то на озеро. Ну и, конечно же, если поехать на целый день, то у меня нет возможности уже потом возиться с цветами. Потому что сейчас растений столько много, что у меня полив занимает, ну, целый день. Это при том, при всем, что еще я уже начала привлекать к этому мужу. Он мне ходит, помогает, это все приносит на кухню. Я это поливаю, он носит. То есть, ну, как бы скажем так, чем больше растений, тем все сложнее и сложнее с поливом. Так что я понимаю, что где-то нужно немножко остановиться, либо что-то придумать с поливом. Хотя я и так уже стараюсь опрыскивать каждый день, но опрыскивание в любом случае, оно не заменит полноценного полива. Так, как же я поливаю вот эту гигантейку? Я поливаю по краю горшка. Я беру опрыскиватель и прям вот сюда опрыскиваю по краюшку. И вот так вот нажимаю слегка на горшочек, буквально немножечко, так, чтобы водичка опускалась сюда. То есть, опускалась по горшочку вниз. Горшочек у нас мягкий, пластиковый, он гибкий, да, и вполне поддается. Вот смотрите, если мы, например, сюда нальем водичку и вот делаем вот так, видно, видите, как стенки горшочка отстают от мха и сюда очень даже хорошо попадает водичка в самый низ, потому что у нас на дне также есть корешки. Вот таким вот образом по краю я проливаю весь горшок. Ни в коем случае нельзя растение, которое посажено в мох, нельзя его замачивать, либо просто сюда наливать много воды, чтобы эта вся вода впитывала, мох впитывал эту всю воду. Этого делать не рекомендуется. Лучше все-таки по поверхности слегка увлажнять и так, чтобы эта влага опускалась по горшочку. Получается, что у нас увлажняется весь горшочек по кругу и поверхность, а сама серединка у нас должна быть, в принципе, сухая. Конечно же, идеально это сделать не получится, и все равно мох берет влагу. Но если мы просто будем заливать большим количеством воды, этот мох, комок, вот этот мха будет слишком мокрый, будет очень долго просыхать. Вот, поэтому нужно все-таки немножечко быть аккуратнее с поливом. Вот, эту орхидеюшку мы будем в любом случае с вами пересаживать, но это, я думаю, что уже мы отложим на осень. Вот, осенью мы обязательно с вами пересадим. Я вам покажу, как я буду пересаживать эту орхидеюшку. Кстати, очень много есть разных видео в Таиланде. Непосредственно они сами снимают, там мастер-классы, как они пересаживают. Ребята, там никто не церемонится и садят растения в мух. Все растет у них прекрасно. Вот, ну, пока что у меня просто нет мха даже, так чтобы пересадить, посмотреть, что у нас там внутри. Я пока что не могу и не хочу рисковать. Вот, потому, ну, как бы куплю мох, закажу у Швартера. Сейчас вот на конец месяца собираем еще один групповой заказ. Вот, и где-то в августе месяце, я думаю, что мы получим этот заказ. Вот, и я хотела как раз-таки еще заказать мох у Швартера. Он мне очень понравился. И хочу я вам, ребят, сказать, что мох, который я заказывала у Швартера, он очень отличается от того мха, который мы покупаем у нас в магазинах. И также он отличается от того мха, который нам предлагают на продажу в интернете. И якобы написано, что это новозеландский мох, но собирают его у нас на Украине. Ну, то есть сомнительно, да, как может новозеландский мох расти у нас. Хотя, да, я согласна с вами, что растения тоже, к примеру, эти же там орхидеи из Бразилии, они растут у нас. Я с этим согласна, да. Ну, я вам скажу все-таки, что наш мох, конечно же, немножко отличается. Особенно, когда мы достаем из голландских орхидеи мох. Ну, совсем другой, совсем. Я вот сколько раз уже смотрела, и я теперь понимаю, почему у меня орхидеюшки в нашем мхе, ну, неважно, скажем так, себя чувствуют. И я теперь поняла, почему я не могла никак подружиться со мхом. Все дело в том, что мох бывает совершенно разный. Вот, этот мох, это я вам показывала, который заказывала у Швертера, как он набухает, и какие там цельные красивые кусочки. И он совершенно даже другой, после того, как он набухнет, и сравнить голландский, он более такой лысоватый даже, скажем так. Ну, как бы отличается, действительно, ну, как бы разница есть. Те, кто покупал мох действительно новозеландский, ну, из каких-то там заказов из Европы, да, и покупали у нас, то эти люди разницу уже ощутили, и они никогда уже не купят наш мох, ну, как бы у нас, под названием, что он новозеландский. Так, дальше, что еще можно рассказать про эту орхидеюшку? Ну, я даже больше, честно говоря, не знаю, что вам рассказать, но пока что растение растет. Написано где-то год-два до цветения вот этому растению. Я очень жду и очень хочу, чтобы эта орхидеюшка зацвела. Это, конечно, будет что-то невероятное, потому что, когда цветут гигантеи, у них прям такие вот грозди, условно виноградные грозди, да, такие вот цветочки. Цветочки у них очень красивые, такие лаковые, плотные. Вот, ну, в общем, в любом случае, будем ждать от этой орхидеюшки цветения. Мы ее с вами пересадим, постепенно мы ее адаптируем к нашим условиям, и я думаю, что с ней будет все отлично. Самое главное, не делать это все сразу и бегом голопом. Говорю, я летом пока что адаптирую ее таким образом, то бишь листики адаптируются к моим условиям, да, а потом мы с вами ее обязательно пересадим, посмотрим, что у нас с корешками. Ну, внешне мы видим, что корни у нас отличные. Корешки у нас хорошие. Посмотрим, конечно, что у нас там внутри с корешками. Ну, я думаю, что тоже должно быть все хорошо, но я вам скажу, что в Таиланде с этим никто не играется. Если там где-то, ну, как бы внизу, как я называю, попа там, да, если там какие-то желтые корешочки или гнилые, их просто срезают, выкидывают дальше мук под копу и пересаживают, абсолютно никто не парится, там, ну, конвейер, просто конвейер, там никто так не играется, так как мы дома сюси-пуси с каждой орхидеюшкой, да, там никто с этим не играется. Вот, и скажу вам больше, что у меня тоже сейчас совершенно не хватает времени на то, чтобы играться с орхидейками, как я раньше протирала им листики, и сейчас у меня на это нет времени. И, кстати, у меня спрашивали, как я протираю листики своим орхидейкам. Ребята, в данный момент я не протираю листики орхидейкам, ну, по крайней мере, всем, потому что орхидей настолько много, что я физически просто не успеваю им протирать. Ну, я не знаю, если у меня полив занимает один день, то можете себе представить, если я начну каждой орхидеюшке протирать листики, это займет еще много, еще больше времени. Я, когда поливаю орхидейку, я могу ее просто под краном, ну, вот как течет струя воды, и под струей воды полностью по листикам изнутри, то есть из внутренней стороны, с внешней стороны прохожусь просто струей воды, вот так вот, чтобы водичка стекла из точки роста, да, и поставила все, и растение у меня просыхает. То есть я сейчас не заморачиваюсь протиранием листиков. Ну, я думаю, что вкратце я вам так ответила на все ваши вопросы. Если у вас еще будут какие-то вопросы по гигантейке, пишите, задавайте. Я постараюсь вам ответить на все ваши вопросы. Ну, я думаю, что я ответила, ну, возможно, еще у кого-то возникнут какие-то вопросы, тогда пишите, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы. Ну, я думаю, что видео было достаточно информативным. Я постаралась рассказать максимально про это растение. Растюшка абсолютно, ну, как бы не капризная, ничего, сложностей в уходе никаких я не заметила. Просто ее поливаю время от времени, я ее подкармливаю со всеми остальными орхидеишками. Ну, то есть сначала пролила чуть-чуть, а потом развела удобрение и также немножечко увлажнила мох. Все, то есть я ее не замачиваю ни в коем случае, ни в какие удобрения. Вот. И удобряю также по листикам. В опрыскивателе развожу удобрение и по листикам опрыскиваю. Вот все, что я делаю, все мои манипуляции по уходу за этим растением. Ну, все. Теперь буду с вами прощаться. Надеюсь, видео вам было интересное. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.